Вопрос, как похудеть, интересует многих. Это достаточно рейтинговый запрос. И реально можно похудеть без диет. Практически бесплатно. Но для этого нужно правильно использовать велосипед для похудения. Используя его положительные свойства. То есть достаточно энергозатратный этот процесс. И минимизируя отрицательные. Они тоже есть в этом вопросе. Их важно знать. Чтобы в погоне за потерянными килограммами. Простите за тавтологию. Не потерять, самое главное, здоровье. Конечно, можно велосипеды не использовать. Можно снизить вес без диет. Не прикладывая реально никаких особенно титанических усилий на велосипеде. За вас все сделают. Но это уже вряд ли будет бесплатно. Однако, этот вес, как правило, в скором времени вернется. Такое видео, как похудеть и без диеты, и без физических нагрузок, вскоре появится на моем канале. Если вы его подписчик, уведомление придет к вам в почту. Если не подписчик, не забудьте подписаться. Потому как на моем канале сотни видео про ваше здоровье, про ваше активное долголетие. Как сохранить тот дар, который получили вы от своих родителей. Все это есть на моем канале. А будет еще больше. А чтобы реально похудеть, не только снизить вес, но и сохранить полученный результат. Нужно все же вносить существенные коррективы в свой образ жизни. И правильное использование велосипеда – один из основных вариантов. А какие варианты могут быть? Вы об этом узнаете прямо сейчас. Первый путь в снижении веса. Я бы сказал, больше женский. Нужно меньше есть. Есть более грубое выражение. Но на тему, как правильно кушать, на моем канале десятки видео. В том числе подробно разобраны разные виды диет для похудения. И вы можете выбрать диету для похудения на свой вкус. Можете даже составить себе любимую диету для похудения. Из своих любимых продуктов питания. Просто их нужно правильно складывать в рацион. Но в этом видео без диет. Ну полностью, к сожалению, обойтись нельзя. Потому как физическая нагрузка все-таки требует метаболического обеспечения. И белками, и жирами, и углеводами, и витамины, и макро-микроэлементами. И в этом видео будет, как определить, правильное у вас питание при снижении веса с помощью велосипеда. Или неправильное. В этом видео будет. Ну а второй путь снижения веса, я бы сказал, это больше мужской путь. Нужно больше двигаться. Мужчины могут при движении накапливать мышечную массу. В которой обмен веществ идет значительно интенсивнее, чем в жировой ткани. И это один из путей для снижения веса. Но больше двигаться, это еще и больше тратить энергии. Больше тратить белков, жиров, витаминов, макро-микроэлементов, воды. И если без упражнений тренажеров, то правильный используя велосипед, можно достичь результат. Но жир, который накоплен в жировой ткани, в белок мышечной ткани не превращается в полноценно. Есть заменимые аминокислоты, а есть незаменимые. Которых из жировой ткани не создать. И они должны поступать с пищей. Поэтому в этом видео будет дальше. Правильно вы питаетесь, катаясь на велосипеде и снижая вес. Или неправильно? Дальше будет. Ну, третий путь понятен. Самый быстрый способ похудения. Два в одном. Меньше кушаем. Но правильно кушаем меньше. Больше двигаемся. Опять-таки, правильно больше двигаться нужно. И в этом случае вы снижаете вес максимально быстро. Именно правильное питание под ваш уровень физической активности, учитывая ваш уровень здоровья, это основа безопасного, эффективного снижения веса. И без того, чтобы растратить здоровье. И тут в этом вопросе сразу появляется несколько «но». Поэтому, просмотрев это видео до конца, вы узнаете, как правильно отрегулировать ваш велосипед, чтобы не убить суставы, как минимум ног, и сосуды. Также вы узнаете, какие показатели обязательно нужно контролировать, катаясь на велосипеде и снижая таким образом вес. Ну и как правильно худеть с помощью велосипеда. Смотрите видео дальше. Информации будет достаточно много. И самую интересную, одну из самых интересных, очень важную, вы узнаете прямо сейчас. Как же правильно отрегулировать ваш велосипед под вас, чтобы не убить суставы, ног и сосуды? Первое, что вы должны сделать, отрегулировать расстояние до педалей. Если вы сделаете правильно, ваши суставы, ног в безопасности. Для этого расстояние должно быть таким, чтобы в нижней точке нога немножко висела. То есть вы должны не доставать до педали. И не нужно до нее тянуться, она сама придет. Автоматизм работает, ваши ноги и так найдут эту педаль, или педаль найдет вашу стопу, и движение продолжится. Конечно, профи от велоспорта скажут, они выставляют совершенно по-иному. И это очень неэргономично. Да, совершенно с вами согласен. Но, у вас с ними совершенно разные цели. В велоспорте нужно доехать любой ценой. Это первое условие. Максимально быстро. И желательно быстрее всех. А вам нужно похудеть, не потеряв здоровье. Которое, к сожалению, при избыточном весе, не блещет своей прочностью, своей крепостью. И чем вас больше, тем здоровье, как правило, меньше. Да, велосипедисты ездят быстро, однако затем очень плохо ходят. Вы же можете ездить значительно медленнее. Это нужно делать. Но правильно. Иначе, если у вас в суставе постоянное давление присутствует, то есть нога у вас стоит на педали, и вы постоянно давите на педали, пытаясь развить максимальную скорость, расход идет, потому как давление в суставе есть. А поступление новых питательных веществ не происходит. Потому как поступление сириальной жидкостью в полусуставы происходит, когда там давление снижено. И легко развивается либо артроз, если просто дистрофический процесс, либо артроза, артрит, если ваш организм не самый лучший в плане очищения крови самостоятельно, если печень и почки работают не самым лучшим образом. И в основном это страдают коленные и голеностопные суставы, как минимум. А вот чтобы не убить еще и сосуды, вы должны выполнить второе действие, о котором вы узнаете прямо сейчас. Второе действие, которое вы должны сделать для того, чтобы с одной стороны сохранить сосуды головного мозга, а с другой стороны уменьшить время на снижение веса. Ведь затраченное на снижение веса время, это тоже ресурс. И вы сможете легко экономить, если правильно отрегулируете высоту руля. Ну, если вы насмотрелись видео, как ездят профессионалы, так для правильного снижения веса это также вам никогда не пригодится. Во всяком случае, для безопасного похудения. Высота руля должна быть такой, чтобы вы ехали прямо, как в седле, как на коне. Иначе, как минимум, обострение веитососудистой дистонии, либо гипертонической болезни. Потому как из-за наклона головы вперед, напрягаются задние мышцы спины и шеи, и нарушается отток крови из полости черепа. Вам становится плохо, вы прерываете занятия на велосипеде, и говорите, что велосипед не помогает похудеть. Но если вы вовремя остановились, это плохо, это мелочь. Потому как, если вы продолжаете неправильно снижать вес с помощью велосипеда, при слабых сосудах, даже инсульт может спровоцировать. А если правильно отрегулируете, начинаете экономить время. Вам же нужно похудеть? Или истратить на это много времени, катаясь по своему населенному пункту на велосипеде? Когда вы едете прямо, увеличивается сопротивление воздуху. У вас в единицу время вы выполняете большую нагрузку, и темп снижения веса увеличивается. Да, если нужно доехать быстро из пункта А в пункта Б, эта поза вас не устроит. А в плане снижения веса шикарно! Вот чтобы ускорить еще в большей степени этот процесс, и удешевить его максимально, нужно третье условие. О котором вы узнаете прямо сейчас. Третье, что вам необходимо, чтобы ускорить снижение веса, вам нужен старый велосипед. Именно потому, можно похудеть почти бесплатно. Вам не нужно покупать новый велосипед, они великолепно приспособлены для быстрой езды. А вам это не нужно. Чем быстрее вы ездите, тем больше вероятность травм. Тише едешь, дальше будешь. И старый велосипед вам в этом очень хорошо может помочь. И тогда, либо он вас со скрипом возит, либо вы его, ну может быть, со словами раздражения, носите. А все равно, снижение веса продолжается. Но в любом случае, какие показатели вам обязательно нужно контролировать, катаясь на велосипеде, чтобы не пострадать, их важно знать. И о них вы узнаете. Прямо сейчас. Какие же показатели обязательно нужно контролировать, для того, чтобы правильно снижать вес с помощью физических нагрузок? Ну, первый показатель очень важен. Я бы сказал, жизненно важен. жизненно важен здесь и сейчас. Подписчики моего канала о нем знают. Я часто делаю на этом акцент. Если вы впервые нашли видео с моего канала, возможно, для вас это будет новостью, а может быть, вы и знаете это. Это чувство жажды. При появлении чувства жажды интенсивная физическая нагрузка заканчивается. Причем заканчивается здесь и сейчас. Она постепенно уменьшается, и вы переходите в состояние покоя. И неважно, вы снижаете вес, делая круги вокруг дома, или вам удалось отъехать далеко от дома, несущественно. После полного восстановления, а о том, какие индикаторы говорят, что у вас восстановление произошло в полном объеме, только после этого, и ни в коем случае не раньше, вы пополняете запасы воды в своем организме, которые должны быть с вами всегда. То есть, если вы собираетесь куда-то поехать на велосипеде, запас воды у вас должен быть всегда с собой. И с одной стороны, вы не просто возите с собой воду, а увеличиваете нагрузку, то есть сокращаете время на снижение веса до желаемой для вас величины. С другой стороны, вы увеличиваете безопасность снижения веса. Потому как чувство жажды, а перед ним обычно появляется сухость во рту, очень чуткий показатель, показывающий вашу индивидуальную готовность к физическим нагрузкам здесь и сейчас. На этот показатель влияет множество факторов, в том числе обычное потепление. Вчера было прохладно, сегодня стало тепло, и скорость потери воды увеличивается, и привычная нагрузка вчерашняя сегодня становится уже чрезмерной. Или сегодня вдруг стала ветреная погода. В этом случае также темп потерь воды вашим организмом увеличивается, а опасность физической нагрузки для вашего здоровья в такой же мере увеличивается. На чувство жажды на его преждевременные или непреждевременные, нельзя сказать преждевременные, появляется по времени, появляется, когда ваша кровь становится более густой. На этот показатель, на это состояние влияет множество разных стрессовых факторов. А жажда это интегральный показатель, который нельзя игнорировать, и лишь уважительно и правильно его использовать. И ни в коем случае нельзя пить во время движения, как это делают профи от велоспорта. напомню еще раз, у вас с ними разные цели. У них доехать любой ценой. У вас похудеть не любой ценой. Наверное, похудеть любой ценой вряд ли вы захотите. И при этом, правильно используя велосипед, вы можете похудеть практически бесплатно. А потом не работать на аптеку. Тем более, что если сорвете сердце, а употребление воды во время физических нагрузок приводит к тому, что острое, быстрое увеличение объема крови приводит к расширению полостей сердца. И в этом случае работать на аптеку у вас придется, вам придется, но долго не получится. Найдите среди тех, кто занимается велосипедным спортом, долгожителей, которые прожили 80, 90, 100 лет. Они же для здоровья врач-спорт. Вряд ли вы найдете среди них долгожителей. Поэтому, зная, как они делают, делайте правильно. А для того, чтобы сделать вашу физическую нагрузку и снижение веса с помощью велосипеда более правильным, не только безопасным здесь и сейчас, но и безопасным по вашему здоровью на перспективу, нужно знать второй показатель. который также очень легко контролировать. И о нем вы узнаете прямо сейчас. Второе, что вы должны контролировать, частоту сокращения сердца во время нагрузки. Конечно, подсчитывать самостоятельно у вас вряд ли получится. Для этого есть определенные аппараты. И частота сокращения сердца должна быть в пределах 130 минут. И ни в коем случае нельзя переходить грань с предельной частотой сокращения сердца. Она высчитывается просто 220 минус ваш паспортный возраст. И для человека в 30 лет для здорового человека это будет показатель 190 ударов в минуту, а в 50 лет 170. Если регулярно вы будете переходить грань 130, вы рискуете миокардиодистрофией. Просто время на восстановление сердечной мышцы резко сокращается, а соответствие дистрофические изменения в мышце сердца увеличиваются. А вот если вы решили рискнуть и узнать что за верхним пределом, так там может быть смертельная аритмия либо инфаркт. Все зависит от ваших сосудов и от системы регуляции. Поэтому лучше меньше темп на грузах и чуть больше времени на снижение веса, чем в попытке сбросить все лишнее здесь и сейчас быстро попасть к кардиологу в реанимацию. Ну это в лучшем случае. А вот третье условие, которое показывает, что двигаетесь правильно, поддерживаете индивидуально правильный темп для своего здоровья, для своего уровня здоровья. Очень важное третье условие. Вы это узнаете прямо сейчас. Третье, что необходимо обязательно контролировать при снижении веса с помощью физических нагрузок, это время на восстановление сердечной деятельности. Оптимально, конечно, считать частоту сокращения сердца и уровень артериального давления. Но если вы находитесь в полевых условиях, а велосипед, как правило, предполагает именно это, то достаточно посчитать и только частоту сокращения сердца. И после физической нагрузки, которую вы выполнили, в течение трех минут частота сокращения сердца должна вернуться к исходному состоянию, к исходной цифре. максимальное время на восстановление пять минут. Если у вас так и происходит, все прекрасно, ваше сердце и сосуды в приличном состоянии и нагрузки вы даете своему организму правильно. Если же время на восстановление исходно было высоким, то есть вы первый раз выехали на велосипеде, выполнили нагрузку, которую смогли, остановились, считаете пульс, а прошло пять и более минут, а пульс все еще не в исходном состоянии. Это говорит о том, что в то время или в том периоде времени, пока вы набирали вес, или пока у вас сохранялся вес избыточным, и он показывал, что у вас правильное питание в организме отсутствует, так такое же правильное питание отсутствовало и для мышцы сердца. Если у вас дистрофия жировой ткани, то в принципе дистрофия и мышечной ткани была. Мышца сердца страдала. И время на восстановление исходной частоты сокращения сердца как раз и показывает, что миокардия и дистрофия уже есть. И в этом вопросе нужно сердцу активно помогать. И снижать вес за счет физических нагрузок в данной ситуации очень рискованное занятие. Как и если у вас исходно было восстановление относительно неплохим, уложились в 5 минут, но в процессе нагрузок время на восстановление постепенно увеличивается. Это говорит о том, что у вас сочетание физическая нагрузка и правильное питание, правильное употребление воды не сочетаются. Нагрузку вы даете чрезмерную, а еды не даете. Я понимаю, вам нужно темп снижения веса, но здесь важен баланс. не только нагрузка и питание в широком смысле слова, но и уровень здоровья. Это третья величина, которую тоже нужно учитывать. Если время на восстановление постепенно увеличивается, то сердечная мышца у вас постепенно становится все слабее и слабее. Найдите на моем канале серию видео как стать миллионером. Там много интересной информации как не растратить то здоровье, которое у вас есть и реально стать миллионером. А для того, чтобы правильно контролировать процесс снижения веса, если у вас эти точки все нормально, если вы контролируете чувство жажды, если вы контролируете частоту сокращения сердца во время нагрузок, если вы контролируете временное восстановление, все нормально. Дальше имеет значение в отдаленной перспективе. и четвертый показатель, о котором вы узнаете прямо сейчас. Четвертый фактор в меньшей степени опасен в процессе снижения веса, а в большей степени опасен своими отдаленными осложнениями. Это темп снижения веса. Темп должен быть в пределах 200-300 грамм в сутки. И скорость снижения веса не зависит от степени ожирения. У вас 10 килограмм лишних или 200. А только от возможности вашего организма метаболизировать накопленное в жировой ткани. Напомню, что жировая ткань это 50 на 50 вода и жир. При этом в воде растворены водорастворимые токсины, которые должны выводить ваши почки, а обезвредить перед этим ваша печень. В жировой ткани находятся жирорастворимые токсины, которые должны обезвредить вашу печень и вывести сама по себе. И в данном случае ваши печень и почки должны успевать перерабатывать то, что вы разными способами и путями вывели внезапно в кровь из жировой ткани. Ну, безусловно, если нет хронического гепатита, жирового гепатоза, стеатогепатита это со стороны печени, либо пилонефрита, гломеролонефрита, цистопиелита со стороны почек. Наличие которых вносит свои коррективы в снижение веса. Для того, чтобы это было более безопасно. Если вы худеете быстрее, вы чаще всего не худеете, а высыхаете и жестко перегружаете водорастворимыми токсинами свои почки. Вас радует темп снижения веса, а на самом деле все не так просто. Вы не угадали с питанием и употреблением жидкости. В соответствии с выбранным вами темпом снижения веса и физической активностью. И очень рискуете внезапно умереть. Особенно при усилении ощущения усталости с утра. Утренний либо печеночный олень ох как непростой показатель, который показывает, что за ночь вы не восстановились. И все нагрузки в этот день, когда вы встали без ощущения бодрости с утра, будут выполняться с большим напряжением, а возможно и перенапряжением. и это важно знать, правильно понимать и учитывать. А вот как правильно худеть с помощью велосипеда, вы об этом узнаете прямо сейчас. Бытует мнение, что велосипед это атрибут здорового образа жизни. И стоит вам сесть на велосипед и закрутить педали, как жизнь станет лучше и дольше. А вес меньше. Но! Очень важно правильно выбрать место для прогулок на велосипеде, потому как кроме еды и воды, а также физических нагрузок, вам нужно еще и больше кислорода. Кислород это единственный окислитель, с помощью которого вы можете извлечь энергию либо из принимаемой пищи, либо из тех жиров, которые вышли из жировой ткани. В любом случае вам нужно их окислить кислородом, извлечь энергию и использовать ее для обеспечения физической активности. А больше кислорода это больше вдыхаемого воздуха, качество которого может поставить большой жирный крест на всех ваших усилиях и откатить вас по уровню здоровья еще дальше в страну нездоровья. И одно дело, вокруг вас реально прекрасная экология, свежий чистый воздух, а совершенно иное лесопарковая зона в промышленном центре, либо мегаполисе, либо оживленная автомагистраль. И вы в потоке машин находитесь и дышите вот этим условно чистым воздухом. Вас не то что носовое дыхание не спасет. В противогазе в этих условиях ездить опасно для жизни. И скорее вам в этих условиях нужен не старый велосипед, а старый велотренажер. А также знание как правильно подготовить и очистить воздух в помещении, где вы собираетесь заниматься спортом и снижать вес. Но это тема для нового видео. А я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете поставить лайк на это видео, кому из друзей отправить ссылочку на него, чтобы они правильно занимались спортом в современных условиях, я подумаю, какое еще видео написать на тему здоровья и активного долголетия для вас. До новых встреч на моем канале.